На переговорах в Истане по урегулированию сирийского конфликта удалось договориться об обмене пленами. Участники встречи согласовали механизм по возвращению попавших в плен местных жителей. Прежде всего речь идет о женщинах и детях. Также стороны обсудили вопрос об обмене телами погибших. Итоги второго раунда переговоров по Сирии, которые прошли в Казахстане сегодня, политики и эксперты обсудили в формате телемоста Москва-Астана-Дамаск. Российская сторона назвала переговоры удачными, но тут же глава профильного комитета Российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что мирному урегулированию может навредить вмешательство стран Запада. Нас в России не может не беспокоить то, что как только в сирийском процессе появляются хорошие новости, как только возникает надежда на то, что вооруженное противостояние прекратится, что наступит перемирие, что начнут договариваться между собой представители властей и невооруженные оппозиции, а может быть и вооруженные оппозиции, тут же начинается на Западе кампания информационных вбросов. Вот мы сейчас видели только в феврале три мощных атаки на Сирию. Это был доклад Amnesty International, это был доклад Human Rights Watch, это был доклад Атлантического Совета с заведомо искаженной, поверхностной, предвзятой информацией, неподтверждаемой конкретными фактами. Но есть ощущение, что эти вбросы делаются для того, чтобы еще раз дополнительно радикализовать радикальную оппозицию. Когда мы говорим о гуманитарной ситуации в Сирии, то мы должны сказать, что мы в Сирии, безусловно, ведем большую работу по заботе о нашем населении на всех уровнях и во всех областях. Пытается помочь всем тем, кто вынужден был изменить свое место жительства, кто вынужден был переехать в другое место, в безопасное место для того, чтобы жить там спокойно. Добавлю, что во втором раунде переговоров в Астане представители международной коалиции под руководством США здесь присутствуют лишь в качестве наблюдателей. Таким образом, об урегулировании конфликта рассуждают представители России, официального Дамаска, а также Ирана и Турции. Продолжение следует...